Романка, спектромансерша, один из моих любимых персонажей. Раньше я вообще очень любил еще в бестиларии играть. Это спектромансерша. Пятильник пока что, из мортиса. Это хорткора, гонка. Вот, не ССФ обычная. А это уника от такого родственного страйла. Ну, спектры очень жесткие, сразу скажу, они все вносят. Сам бит как-то стремяется из-за того, что из-за этой гонки... Из-за того, что брокают разные... Разные герма. Да, типа скам-блиндеров. Восемьдесят пятый уровень у меня сейчас. Я надеюсь, что ведь выиграть в этой гонке. Я уже восемьдесят шестой взял, но рифмус. Я не буду открывать ничего. Черт, опять скам-блиндера. Качался я до спектра скелетов и големами огненными. Сначала скелетами, потом големами. Потому что СРС очень слабая. СРС и не работают. Ну еще. Уберку я пока не проходил. Но испытания для уберки у меня открыты. Так что скоро я буду интерху делать. Шмотки у меня неплохие. Не смортить. Что стоит? В этой гонке. Я его за 8-хауски что ли купил. За 7. Эээ, джевел у него выходить на соу литер, у меня спектры с соу литером, то есть они очень жёсткие в тамбайписах, в разломах очень жёстко разбираются. Спектры у меня с соу литером. Очень люблю этот билд, он невероятно жёсткий, как гаяки. Давно я не играл. Решил опять вспомнить вот тайгонки. Уже анонсировали следующую лигу, вот жду и не дождусь. Надеюсь, Аркан пофиксят, или опять Аркан придётся играть в следующей лиге. И старт. Ещё спектры они стартываем долго быть не могут. По идее, потому что для них, вот, не сможет служить. Покиночки. Так я бы не слышал, что спектрами можно без висмонки сыграть. Ну-ка-за. Всё, оно свернуло, свернуло. Святой самок. Красные карты я пока не фармил. Кир-10 вот максимум. Использую ауру клавити. Мне кажется, не плохо. До всех пор, когда я последний раз играл на Арканка, её изменяли. Спектры очень сильные, они бессмертные, по сути. Спектры у них, Тер-8, кажется. На Тер-8 карте поднимал. Флеймгорды. Спектры называются Флеймгорды. Спектры называются Флеймгорды. Микромонку пофиксили, в том плане, что теперь СРСы неиграбельные. То есть раньше можно было ими, и... ...кончался вот за спектр. А теперь уже сложно. То есть это, грубо говоря, не мой стартовый билд. То есть у меня уже шмотки и деньги были. Продаю его с этого. Ну он жёсткий. Он очень жёсткий персонаж. Уже жёстче всех моих прошлых героев. Дерьмовая карта очень долгая. Уже жёстче всех моих прошлых героев. Несколько уровней. Насколько я помню, в конце босс. Тер-10 карта. Уже жёстче всех моих прошлых героев. Уже жёстче. Уже жёстче в голову. Уже жёстче в голову. Ужёстче в голову. для чего был лайтнинг используется во первых у меня курс он хит стоит temporal chains во вторых ты можешь голем сдох во вторых ты можешь направлять но не можешь а ты направляешь агра во врагов где она кстати вот она за ковард страйл кстати я видос на ю тубе выпустил как тоже вот недавно как я впервые гварда своего убиваю элдеровского и все и я короче больше ни одного не успел убить у меня ушел ландерс карт ну вот такой мне писать то есть это принципе все классическое вот колечко неплохо это щит из морти собрать бикта все классическое вот бот хелмет бот суфуллер это классические вещи все они всегда на неграмонку одеваются мф у меня 65 процентов и крест ролики 65 процентов от вас выполнены на 70 процентов дерьмо у меня сейчас карты перестали рипаться хотел сказать падать перестали карты падать хотя до этого вот неплохо было ну благо я играю не на ssf то есть могу позволить все покупать карты если что чтобы открыть и выглядит так придется реально карту потому что карту меня вроде бы нет на данный момент а тер действия есть и террось теперь два у меня на хрена но очевидно и тертого же бегать ну ладно совсем немного остается до дельва но некроманткой можно попушить на самом деле это на эту гонку уже хер забили все там мало кто играет на на хакаут по крайней мере поэтому на самом деле можно попушить сейчас ладно так так и